Над новой книгой автор трудился около 25 лет. В нее вошли труды из прошлых сборников. Сейчас поэзия отошла на второй план. Стихи стало писать сложнее, страсти утихли, чувства обрели иной характер. Хотя о том, что годы идут, признается Олесь Поплавский, вспоминает только утром, когда бреется и смотрит в зеркало, ему 55. У души, как известно, морщинок нет. Сейчас в творчестве приоритетней проза, уже есть творческие идеи, но Олесь Поплавский не спешит раскрывать все карты. Я люблю выражать, и тому, что меня захопляет, я про это пешу. Приоритетней у всего. Якая тема? Человек. Человек и его поводины в жизни. Как вы относитесь к здоровой критике? Я очень радостный критикам, дослежникам, которые занимаются дослежением, а не тех критиков, которые любят покопаться у белизня письменника. Нажаль таких вельми мало, но есть. Писатель собрал полный зал людей. Встреча оказалась радушной и увлекательной, во многом благодаря хорошему настроению Олеся Поплавского. Он много шутил, играл на гитаре и, конечно же, читал стихи. Писать начал, признается, еще в школе. Время шло, а творчество не покидало Олеся Поплавского. Давно цикавлюсь творчеством берестейских поэтов. С многими, с ними, вельми, с многими зих, знаемо особисто. Вот им лику из Олеся Поплавским. Верши Олеся Поплавского вельми струезные, цикавые. И еще Олесь Поплавский, я памятаю его, як выдатного барда. Олеся Поплавского отличает простота и открытость. Он полон энергии и позитивных эмоций. Однако многие его лирические персонажи обладают противоположными качествами. Зачастую они пессимистичны и грустны. Олесь Поплавский это объяснил так. Он пишет о жизни в целом, как видит ее, а не о себе лично. Ну, вообще, я с ним познакомилась совершенно случайно. Меня подруга пригласила на вечер поэзии. И меня поразило, что у нас есть литераторы, которые разговаривают на белорусском языке. Я вообще обожаю наш язык и очень жалею, что нас не научили разговаривать в народной моде. Поэтому я с удовольствием приняла приглашение и пришла сегодня снова услышать его. Творческий вечер зарядил как зрителей, так и самого поэта. Ведь без подобных встреч талантливому человеку трудно. К счастью, Олесь Поплавский от недостатка внимания слушателей и единомышленников не страдает. И об этом свидетельствовал полный зал людей.